К другим темам. В Ангарске после масштабного переоснащения готовят к открытию городской музей. Новое оборудование и элементы экспозиции приобрели в рамках национального проекта «Культура». На эти цели из федерального и областного бюджетов выделили более 3,5 миллионов рублей. Презентация состоялась накануне в Музее часов. Там побывали наши корреспонденты. Им слово. Представители Министерства культуры региона, депутаты Законодательного собрания Иркутской области вместе с руководителями администрации Ангарского округа стали первыми посетителями обновленного городского музея. На его техническое оснащение потрачено более 4 миллионов рублей. Эти средства поступили одновременно из трех бюджетов. На них приобретено 25 единиц технического, выставочного и фондового оборудования. Новое, интерактивное, электронное. То есть это сегодня достаточно высокий уровень музейного дела для того, чтобы нашим ребятишкам было интересно, нашим жителям, чтобы они понимали, что искусство сегодня можно абсолютно в разных интерпретациях посмотреть, увидеть. Вращающаяся витрина с оптикой, интерактивные панели, сенсорные киоски и аудиогиды. В них загружена расширенная информация о музейных экспонатах, локациях истории, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. За счет модернизации в музей часов создали арт-объект в стиле 18 века – уголок часового мастера. Уже на 1 сентября процент посещений наш музей городской показывает 79. То есть на 1 сентября уже 79% выполнено на самом деле. Но наверняка с таким коллективом и уже с таким оборудованием это делать несложно. Специализированные стеллажи, выдвижная система хранения картин позволят расширить границы экскурсионной направленности. Теперь для обзора посетителей откроются те экспонаты, которые ранее редко участвовали в выставках. А еще гордость наша, выкатная система, на которой мы теперь картины наши большие можем хранить и вытащить, и поставить. Кроме того, на мероприятии представили книгу «Хранитель времени». В свет она выйдет в ноябре текущего года. А на презентации несколько экземпляров подарили почетным гостям. Мария Константинова, Вероника Васильева, Александр Черник. Местное время.